Что это было? Что? Что? Что это за баг был? Ола, амигос, на связи Матвей. Да уж, давно на канале не было игрового контента, ведь канал как-никак по Фортнайту. Так что сегодня мы это исправим. Короче, суть заключается в том, что когда я играю в Фортнайт вот на этом вот телефоне, в режим арены, то иногда у меня случаются достаточно странные баги, которые у других я не наблюдаю. Ну и перед тем, как я раздолбал этот андроид, я успел заснять пару интересных моментов моей игры в арене, где как раз и проявляются эти баги. Так что в сегодняшнем видео, помимо моей бомбежки из этих лагов, вы также увидите самую искусственную игру в арену Фортнайт на 6-м дивизионе. Давно я никому не показывал свою профессиональную игру в арену Фортнайт на обычном андроиде в 60 фпс с управлением в 6 пальцев. Не хочу долго тянуть, так что если вы впервые на моем канале, если вы так же, как и я, играете в Фортнайт Мобайл, да даже если вы играете в Фортнайт на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы найдете лучший и единственный контент по Фортнайт Мобайл в настоящее время во всем СНГ. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что лучше поддержка меня, это мой тег-автор-мотивкар в вашем реверном магазине Фортнайт. Смело вводите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрыны ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК. Ссылка в описании. Так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята, в конце видео. А если у вас нету ВКонтакте, вы также можете добавлять скрыны ваших покупок с моим тегом в специальный канал в нашем Дискорд-серии. Ссылку на него вы тоже найдете в описании. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, предлагаю посмотреть вам, во-первых, как я играю в Фортнайт Мобайл 6 пальцев на 6-м дивизионе аренды, ну а также посмотреть, какие баги меня преследуют во время игры и как я на них реагирую. Первая катка шла великолепно. Прыгнул на свою мейн-локу кошмарный кинотеатр. Не успел дропнуться на дом, потому что какой-то чел меня опередил. Но я это просто так и решил не оставлять, поэтому вскоре он был убит. Далее я отправился в пустошь, чтобы найти себе новую жертву, и, как видите, я ее нашел. Хоть и получил немного урона со снайпы. Но, насколько вы знаете, я очень плох в снайперских дуэлях, поэтому решил зарашить этого чела и вследствие его убил. Вообще, как вы можете заметить, это обычная игра в арену Фортнайт. Даже по мне достаточно прикольная. Но нет, ребят, все интересное вас еще ждет впереди. Короче, тут я продолжил искать свою жертву. Как вы видите, нашел чела и начал по нему стрелять с эмки. Далее я хотел его зарашить, но тут вмешался третий лишний. Участвовать в этой оргии я не желал, поэтому принял решение просто от них свалить. Ну а когда они уже между собой разобрались, я решил добить выжившего. Заспамить у меня его не получилось, поэтому я решил использовать свой самый грамотный пис-контроль во всем Фортнайте. Отобрал стену, отредачил окно, дал урон, но он закрылся рампой. Ну а я чё, парень не тупой, поэтому решил зайти просто со стороны, где не было стены. Как видите, я никогда не ошибаюсь. Далее, беззаботно гуляя по пустоши, по мне начал спамить какой-то чел, который, по всей видимости, был каким-то читером. Иначе я не могу объяснить, почему он так странно передвигается. Короче, как только я увидел, какие чудеса света он начал возводить, я, как здравомыслящий игрок с пяти батутами, решил от него свалить. По итогу, он реально как лох от меня отстал и отвлёкся на другого игрока. Ну а что можно было ещё ожидать от челика со скином сирены? Кроме того, как пис-контрольный тифри билдится, он больше ничего не умеет. Тут я просто гулял по лесу и вдруг услышал выстрел по мне. Как профессиональный игрок в Фортнайте, я, естественно, первым делом застроился. А потом я забил болт и пошёл дальше рубить деревья. Вот мы и подошли к нашей кульминации. Я, как настоящий киберспортсмен в дисциплине Фортнайт, когда начинается лоя-то игра, иду сразу в куст. Но тут случается какой-то баг, из-за которого я начинаю беспрерывно куда-то идти назад. Естественно, этот баг поломал мою божественную тактику, меня заметили и начали по мне спамить. Я решил поставить батут и улететь на нём, но даже это мне не помогло. Зато как только я вышел в настройки и потом опять вернулся к игре, этот баг у меня пропал. Каким образом, я до сих пор догадаться не могу. Конечно же, из-за того, что моя тактика сидения в кусте была обломана, я эту игру проиграл. Но поверьте мне на слово, если бы этого бага не случилось, я бы 100% занял королевскую победу. Потому что мы просто затащили с тиммейтом, тут такие попуски на таких-то дивизионах-то играют. Ладно, с этим багом всё ясно, так что погнали смотреть на вторую игру. Тут я тоже решил брыгнуть на свою самую любимую локацию под названием «Кошмарный кинотеатр». Вначале какой-то чел меня хотел втихаря сбрить, потом я его хотел втихаря снайпнуть, но ни у кого ничего не получилось. Поэтому по обоюдному согласию мы договорились, что я его убиваю и он ливает с игры. В течение нескольких следующих минут я страдаю какой-то откровенной фигнёй. Комментировать это у меня нет желания. Но тут за спиной я услышал какие-то шаги, а это был киберспортсмен Вася с 3К ПТС на арене, и он решил меня завикеять. Или как там это у вас называется, я уже не помню. Жёсткий фистинг. Короче, суть заключалась в том, что мне с этим челом мешали файтиться вот эти вот ребята, которые вышли из бункера. Естественно, когда ты файтишься, а тебе мешают, я считаю это нечестно, поэтому я принял достаточно разумное решение просто отсюда свалить. Но вот мой оппонент-обезьяна принял наоборот неразумное решение продолжить со мной файтиться. У нас ничего интересного не было, словом, пытался 3 часа меня записконтролить. Я, конечно же, ему это сделать не дал. Единственное, что я ему по итогу нашего файта дал, так это возможность жить дальше, потому что из-за нечестных условий во время файта я решил отсюда свалить. Уверен, меня смотрят самые интеллигентные люди, которые играют в Fortnite, поэтому со мной они согласятся. Потом я заметил, как какой-то чел начал лутать совсем свеженький аирдроп. Ну и я, как истинная быдла, которая сидит во дворе, решил отжать у него этот годный хабар. Но после того, как он мне надавал достаточно жестких люлей, я резко стал интеллигенцией и принял единогласное решение покинуть это не столь отдаленное место. Причем мне настолько повезло, что прям около нашего файта оказались совсем нетронутые ядреные бомбы. Все миники я просрал, поэтому я благополучно захилился и пошел дальше. Вот тут, ребят, ваше внимание. Вот это, я думаю, самый лучший момент моей игры. Когда выходишь за пределы, нужны крылья для триумфа. Скатки жарче, чем кометы. Сила не авторитет. На мою игру билеты. Я считаю, что нужно, это крылья для триумфа. Что это было? Что? Что? Что это за баг был? Что это был за баг? В общем, да, как вы могли понять или не понять, мне все равно этот баг я называю призрачное касание. Вроде ты и не касаешься определенной части экрана, но, по сути, касание фиксируется. Иначе я не могу объяснить вот эту фигню. Кто трогает мой телефон? Я сто процентов помню, мой палец там не лежал и моя рука тоже. Открываю рубрику сверхъестественное на своем канале. Ну, в общем, как я понял, на эти баги главное вовремя реагировать, потому что как только они случаются, вам надо сразу же выходить в настройки, чтобы их убрать. Хотя, не знаю, я последние дня четыре в Fortnite не заходил, да и вообще сейчас особо в него не играю, так что, может, их уже пофиксили, не знаю. Ну, а встречались ли эти баги именно вам? Обязательно пишите об этом в комментариях. Будет интересно узнать, у всех ли так, или я один такой особенный. В общем, если вы досмотрели этот ролик до этого момента, уверен, он вам зашел, так что обязательно поставьте лайк, если этого еще не сделали. Я старался. Также не забудьте написать в комментариях, стоит ли мне побольше делать на своем канале фаново контента. Ну, не фаново, там, смешного, короче, вы поняли. А по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Аста луэго. Субтитры сделал DimaTorzok